Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения. Занятие сегодня семинарское. И мы сегодня будем говорить об учении о сущности. Это учение из первого тома науки и логики. Мы все еще остаемся с вами в разделе «Объективные логики». На прошлых занятиях мы рассмотрели учение о бытие. И сегодня нам предстоит рассмотреть учение о сущности, рассмотреть его в форме семинарского занятия. Были предложены товарищам для ответа 10 вопросов к семинару. И мы поступим здесь следующим образом. Давайте сначала я немножко расскажу о работах, которые были высланы. Я не все проверил, а как это обычно и бывает. Но из где-то 40 проверенных работ, я думаю, что мы сегодня поговорим, по крайней мере, о типичных ошибках, которые были сделаны товарищами, которые отвечали на вопросы. Потому что, действительно, ошибки, которые допускают товарищи, они вполне типичные. И мы пройдем по ним так или иначе и рассмотрим основные ошибки. Так, ну давайте я сначала почитаю те работы, которые я оценил. Те товарищи, которые получили зачет. Потом, может быть, мы дадим слово товарищам, которые присутствуют здесь очно, если они захотят что-то сказать. А потом перейдем непосредственно к разбору работы. Значит, из всех работ, которые я проверил, я поставил на самом деле один незачет. Я не буду говорить, кому. Товарищ, наверное, увидит это в СДО. Товарищ решил, что нормы русского языка совершенно не относятся к нему. У него там, так, большая половина слов слитно написано, там, три слова слитно. В общем, товарищ явно не очень уважает работу и свою, и мою. Поэтому я предлагаю товарищу, который увидит незачет у себя в качестве оценки, переписать эту работу нормальным русским языком. По крайней мере, чтобы это было похоже на какой-то русский язык, а не какие-то слитные слова. Так, Никита Ирикович Абсолянов получает зачет. Елена Игоревна Орламова получает зачет. Татьяна Павловна Аферкина получает зачет. Геннадий Анатольевич Бабенко получает зачет. Александр Ванеев зачет. Александр Николаевич Вшивцев получает зачет. Владимир Иванович Демочкин получает зачет. Иванов Ивайла Дмитров получает зачет. Юрий Федорович Ефимов зачет. Владимирцев Иван Андреевич зачет. Ирина Валентиновна Иванченко зачет. Эдуард Иванович Казаков зачет. Артем Александрович Коропетян зачет. Роман Валерьевич Кирьянов зачет. Сергей Викторович Кожухов зачет. Роман Александрович Крычигин зачет. Наталья Николаевна Леверна зачет. Александр Александрович Агафонов. Так, зачет не получает. Дмитрий Валерьевич Азанов зачет. Виталий Геннадьевич Александров зачет. Сергей Германович Алексеев зачет. Сергей Владимирович Беляев зачет. Сергей Белянов зачет получает. Олег Владимирович Берг зачет. Екатерина Владимировна Богатырева зачет. Иван Иванович Васильев зачет. Игорь Борисович Веремчук зачет. Евгения Витухина зачет. Сергей Викторович Воробьев зачет. Елена Гуляева зачет. Владимир Владимирович Дергунов зачет. Дмитрий Александрович Дьяконов зачет. Сергей Николаевич Елучков зачет. Ирина Николаевна Ярастова зачет. Ринат Алмасович Имаддинов зачет. Николай Юрьевич Кобенин зачет. Александр Кондрусев зачет. Алексей Александрович Копытков зачет. Алексей Владимирович Коршенивников зачет. Виктор Владимирович Кунин зачет. Дмитрий Сергеевич Ломовский зачет. Александр Лисов зачет. Стелла Мордовина зачет. Дальше идут работы, которые я еще не проверил. Но я думаю, что товарищи получат оценку в ближайшее время. Так, давайте... Вы хотите выступить, что-то сказать по вопросам, которые были готовы? Могу только признаться, что это трудная тема. Да, тема действительно непростая. Ну хорошо, давайте тогда посмотрим на те работы, которые я проверял и обратим внимание на те ошибки, которые удалось мне заметить. Абсалямов Никита Ильикович, город Манитогорск, отвечает на вопрос о сущности, как снятом бытие, и у него не сущность, как снятое бытие, а сущность, как снятое бытие, через мягкий знак. Сущность – это отрицание бытия, которое при этом в снятом виде содержит в себе бытие. Все правильно, за исключением того, что содержит в себе не бытие, а бытие. Обращайте на это внимание. Алексей Александрович Агафонов, да, ну, к сожалению, вот этот товарищ, мне пришлось его назвать, значит, вот товарищу тут явно надо поработать над русским языком и привести свою мысль, которую товарищ изложил в тексте, привести ее в соответствии с русским языком. Дмитрий Валерьевич Азанов отвечает на седьмой вопрос, это у нас вопрос «Явление и закон», и пишет. «Категория явления и закона представляют собой то, что явление – это существование, как бытие, которое является как бы непосредственно некоторое беспокойство. Ну, так можно говорить. Однако оно в своей основе имеет закон, который скрыт от непосредственного наблюдения». Вот понимаете, тут у вас как-то многословие такое наблюдается, скрыто от непосредственного наблюдения. То есть, есть какой-то наблюдатель, который наблюдает за явлением, и только поэтому, видимо, у явления есть закон. То есть, какой-то субъективизм вносится. То есть, некоторое спокойное – то, что вызывает это явление. Нет, закон не вызывает явление. Закон и явление – это просто парные категории сущности. И одно не вызывают другое. Закон – это спокойное объявление. И вот вы тут пишете, закон – это сущность явления, а явление – это проявление закона. Нет, это неправильно. Во-первых, к сущности относятся и закон, и явление. То есть, обе категории – это категории сферы сущности. И то, и другое есть сущность. Нельзя говорить, что, например, закон – это сущность, а явление – это как будто бы не сущность. И то, и другое сущность. Только закон – это то, что спокойное в явлении. Вы говорите, а явление – это проявление закона. Нет. В явлении есть то, что соответствует сущности, то есть закономерно, и то, что сущности не соответствует. То есть, смотрите, получается, вообще такая странная дилектическая картина, что мы рассматриваем сущность, и мы рассматриваем сущность как явление. И в этой сущности мы рассматриваем то, что этой сущности соответствует и то, что ей не соответствует. Вот то, что соответствует этой сущности, то, что закономерно, то является действительным потом, а то, что незакономерно, то является недействительным. Вот такое соотношение, ну тут сразу же мы рассмотрели категории закона, явления, действительного и недействительного. Идем дальше. И это неправильно. Вот Елена Игоревна пишет. Наличное бытие – то, что есть налицо. Это правильно, но мы сейчас о наличном бытие вообще не говорим. Наличное бытие осталось далеко в сфере бытия, в самом начале сферы бытия. Сущность – то, что есть неналицо. Сущность отрицает наличное бытие, при этом включает его в себя. Таким образом, снятое наличное бытие называется сущностью. Неправильно. Это неправильное понимание сущности. Сущность отрицает всю сферу бытия вообще. Всякое бытие отрицает сущность. Поэтому сущность является отрицанием всякого бытия. Потом мы эту сущность начинаем рассматривать. И действительно, мы видим, что у нас есть бытие. Вот вся сфера бытия, которая предстает перед нами как наличное бытие. Мы что рассматриваем, а оно наличное, значит, оно наличное бытие. И сущность рядом положенная, пока мы просто рядом положенная сущность, она, эта сущность выступает для нас в форме бытия. И тут можно сказать правильно – наличного бытия. То есть, вот у нас есть два наличного бытия, которые мы как нечто третье рассматриваем, эти два наличного бытия. Так вот, если их так рассматривать, тогда как раз и возникает существенное – это то, что сама сущность. И несущественное – то, что то бытие, которое эта сущность отрицает. Наличное бытие уже, вот это бытие представляет собой, представляется в форме наличного бытия, да, и оно отрицается сущностью. И тогда вот появляется существенное и несущественное. Но сущность как таковая отрицает всю сферу бытия вообще, а не только наличное бытие. Существенное и несущественное, да, дальше вот пишет Елена Игоревна. Наличное бытие – не сущность, его надо подвергнуть отрицанию. Не наличное бытие надо подвергнуть отрицанию, а надо рассмотреть сущность и бытие, как я уже сказал. То, что было до этого – несущественное, то, что получили – существенное. Здесь не получается, что то, что было до этого, и то, что получили. Когда мы говорим о существенном и несущественном, бытие и сущность выступают как равноположенные. Они вообще пока ничем не отличаются, кроме того, что это два наличного бытия. Они имеют некие определенности. Определенность сущности в том, что она пришла в наше рассуждение, как отрицая всю сферу бытия, а определенность бытия заключается в том, что она не сущность. Это бытие – не сущность. И вот таких два наличных бытия мы имеем. Ну и, соответственно, вот эти рядом положенные сущности бытия являются существенным и несущественным. То есть только в этом смысле они существенные и несущественные, просто как рядом положенные. У них нет никакого различия пока, кроме тех различий, которые я указал. Так, идем дальше. Александр Ванеев. Тоже Александр Ванеев пишет, что сущность – это отрицание наличного бытия. Неправильно. Сущность – это отрицание бытия вообще. Так, изменение количества приводит к новому качеству, пишет товарищ Ванеев. Да, но это все проходит через узловую линию отношения меры, происходит качественный скачок. Вот это вот все. Не просто так количество приходит к новому качеству. То, что сохраняется при переходе от одного качества к другому, называется сущностью. Ну да, вот происходит движение такое, есть некое качество, у него есть некое количество, оно изменяется, это количество. Происходит, возникает узловая линия отношения меры, происходит качественный скачок, и качество меняется на новое качество. И все повторяется вот заново. Ну и вот в этом движении, как будто бы бесконечном, мы, получается, все время, у нас ничего не остается при этом движении. Новое качество, у этого качества свое количество, и вроде как ничего не сохраняется в этом движении. А на самом деле что-то должно сохраняться, и то, что сохраняется, это действительно сущность. И эта сущность, она не в бытии, то есть ее в бытии нельзя рассмотреть, она отрицает всякое бытие, и отрицает сферу бытия вообще. Так, когда сущность отрицает бытие, она полностью его в себе содержит, но при этом им не является. Ну вот слово полностью здесь на самом деле лишнее. Действительно, если мы отрицали бытие, мы его сняли, соответственно, удержали. То есть, естественно, сущность бытие все содержат, которые она сняла. В этом смысле первое, что вы увидите, вот учение о сущности, первая фраза, которая здесь, в учении о сущности во второй книге, «Истина бытия есть сущность», Гегель пишет. То есть, действительно, истина, значит, сущность включает в себя бытие в снятом виде. Так, то есть, отрицание наличного бытия, снятое наличное бытие, называется сущностью. Ну, мы уже проговорили, не наличное бытие отрицается, а бытие вообще. Александр Николаевич Шивцев. Та же самая ошибка, отрицание наличного бытия, снятое наличное бытие, называется сущностью. Почему-то вы ухватываетесь только за наличное бытие. Наличное бытие – это очень узкая категория сферы бытия. А здесь отрицается вся сфера бытия вообще. Владимир Иванович Демочкин. Сущность отрицания снятого бытия. Вот пишет товарищ. Получается, что мы отрицаем снятое бытие, то есть отрицаем сущность. Сущность есть снятое бытие, и мы ее еще отрицаем, приходим к понятию. Вы тут перепутали сущность с понятием. Сущность – это не отрицание снятого бытия, а отрицание всякого бытия. Или отрицание бытия вообще. Так, явление – это сущность. Закон – это спокойное объявление. Это правильно, но и закон – это тоже сущность. И явление, и закон – это все сущность. Явление чего? Явление сущности. Закон чего? Закон сущности. Иванов и Вайла Дмитров так пишут. Разность, различие, противоположность. Разность – это тождественность, в которую есть различия. Непонятно. Разность – это различие от тождественности. Противоположность – когда одинство противоположностей сливается в одно. Тут вы все как-то напутали. Различие должно пониматься как различие тождественного. И тождество должно пониматься как тождество различного. А разность – это такое различие, которое на самом деле просто безразлично. А в чем действительно разность этих двух? Есть два предмета, которые просто разные. Без уточнения, в чем они разные. Противоположность – когда одинство противоположностей сливается в одно. Нет, противоположность – это как раз единство тождества и разности, не более того. То есть, противоречие – это более сложная категория. Потому что в противоречии у вас есть две стороны, которые на самом деле исключают и предполагают друг друга. То есть, противоречие – это исключающая рефлексия такая. Ну и, соответственно, естественным образом является и предполагающей рефлексией. А противоположность – это просто единство тождества. То есть, в противоположности есть, во-первых, две стороны действительно, которые с одной стороны тождественны, а с другой стороны они просто разные. Но, значит, в чем их разность, в противоположности не указывается. Соответственно, вот противоположность – это такая категория просто единства тождества и разности. По-моему, прямо так в Гегеле об этом пишется. Многие просто это почему-то не очень ухватили. Давайте посмотрим. Противоположность. Да, противоположность есть. В противоположности определенная рефлексия завершена. Противоположность есть единство, тожество и разности. Ну, собственно говоря, что я и сказал. Так, идем дальше. Владимирцев Иван Андреевич. Сущность, как снятое бытие. Вопрос. Сущность, взятая как снятое бытие, есть первое отрицание, благодаря которому бытие становится наличным бытием. Совершенно непонятно, почему бытие становится наличным бытием. Значит, категорию наличного бытия мы получили, когда рассматривали становление и снятие становления. Как беспокойного единства. Мы пришли к спокойной простоте там, да, и это спокойная простота и есть наличное бытие. Вот. Здесь вы почему-то говорите, что сущность, это взятая как снятое бытие, есть первое отрицание, благодаря которому бытие становится наличным бытием. То есть здесь вообще движения к наличному бытию нету никакого. Так. Явление и закон. Вопрос номер семь. Закон есть спокойное явление. Нет, это неправильно. То есть есть, как будто бы есть спокойное явление и неспокойное явление. А на самом деле явление одно и закон один. Есть явление сущности и в этом явлении есть спокойное. И это спокойное в явлении есть закон. Так. Ирина Валентиновна Иванченко. Противоречие, когда по одному вопросу высказывают разные положения. Ну, это такое обывательское понимание противоречия. На самом деле противоречие это, как я уже сказал, исключающая рефлексия. То есть есть, во-первых, рефлексия, есть две стороны, которые рефлектируют друг в друга. И они исключают друг друга. Но тема, что они исключают друг друга, они предполагают. Именно в этом смысле можно использовать выражение Владимира Ильича Ленина, который говорил о том, что противоречие есть единство и борьба противоположностей. Как раз об этом здесь и идет речь. Противоположности это есть рефлексия. Поскольку здесь речь идет о единстве и борьбе противоположностей, это исключающая рефлексия. То есть рефлексия, в которой одна сторона исключает друг другую. Это как раз и есть борьба. То, что Владимир Ильич называет борьбой. Но там же есть и единство. Поскольку они исключают друг друга, они без друг друга никак не могут. В этом смысле они и предполагают друг друга. Это как раз единство. То самое и сопротивоположностей. Категория существования в отличие от категории бытия. Категория более глубокая, содержательная, богатая, так как она восстановленная через сущность бытия. Категория существования, в отличие от категории бытия, более глубокая, содержательная, богатая, так как она восстановленная через сущность бытия. Вы, наверное, хотели написать, что восстановленная через сущность бытия. Но пока на самом деле в категории существования, категория существования бытием не является как таковым. Это движение к бытию. А оно заканчивается в субстанции. Если мне не изменяет память, сейчас давайте посмотрим. Это движение заканчивается у нас в субстанции. Действительность. Да, вот отношение субстанциональности. И мы как бы потихонечку приходим к субстанции. Да, вот к субстанции приходим. И как раз субстанция – это уже, вот это как раз уже бытие. А вы путаете существование с субстанцией. И вообще говоря, если мы говорим про восстановленное через сущность бытия уже как таковое. То есть мы рассматриваем бытие как уже восстановленное через сущность. Это уже не субстанция, а понятие. То есть понятие есть восстановленное через сущность бытия. Дальше. Эдуард Иванович Казаков. Сущность – это постоянное отрицание бытия. Не знаю, что такое постоянное в данном случае. Что вы имеете в виду под постоянным? То есть у вас какая-то есть привязка ко времени получается. Это просто отрицание всякого бытия. Отрицание бытия вообще. То есть тут никакого постоянства указывать не надо. Отвержение непосредственности называется рефлексией. Непонятно, что вы тут имеете в виду. Какое отвержение непосредственности называется рефлексией? Значит, рефлективные определения, как таковые, возникают в сфере сущности следующим образом. Поскольку в сфере сущности мы хотим рассматривать сущность, но если мы берем ее в виде какой-то категории, то тут же оказывается, что мы берем эту категорию как бытие. Соответственно, сущность-то на самом деле не бытие. Значит, нам нужно сразу же, как только мы получили категорию какую-то, эту категорию отрицать. То есть брать ее с отрицанием. И поэтому у нас всегда получаются парные категории. Мы взяли одну категорию какую-то, дошли до какой-то категории. Но для того, чтобы говорить нам о сущности, она же нам предстала, эта категория как бытие для нас. Соответственно, нам это бытие нужно отрицать тут же, если мы хотим говорить о сущности. Потому что сущность – это отрицание сферы бытия вообще. Соответственно, всегда вот эти вот рефлективные определения возникают парами. Да, вот в сфере сущности они возникают парами. Поэтому рефлексия – это вот рефлективное определение, собственно говоря. То есть мы рассматриваем, на самом деле, сущность как бы через призму двух категорий всегда. Существенное – нечто, несущественное – иное. Нет, существенное и несущественное не полагают себя как нечто и иное. Существенное и несущественное – это просто два рядом положенных наличных бытия. Нельзя их рассматривать как нечто и иное. Они в этом смысле пока друг другу никак не противостоят, не являются отрицанием друг друга. Причина не только производит, поставляет действие, но и предполагает его. Причина есть причина только в действии, а действие есть действие только в причине. Ну хорошо, да, так можно говорить. Вы, наверное, тут просто списали у Гегеля, посмотрели. Что является неплохо. Роман Валерьевич Кирьянов. Так. Сущность, как снятое бытие. Сущность – это отрицание бытия. О философии. Философия с большой буквы, товарищ, пишет. Почему-то. В философии нет никакого другого отрицания, кроме как снятия. Снятие – это отрицание с удержанием всего того, что было. Ну, да. На самом деле, с удержанием того, что мы отрицаем. Существенное и несущественное. Если взять бытие и его отрицание, то получится сущность и слева бытие. Непонятно, что такое, где слева бытие получится. Гегель называет это рядоположенность. Получилось, что надо идти вглубь, а на столе одно и второе. Значит, это два бытия, одно и второе. Для этого Гегель приготовил название «существенное и несущественное». Он не заготовил это название. Нет такого. У Гегеля вы не найдете, что у него как будто заготовки какие-то он достает. Он как раз увидел эти два рядом положенных наличных бытия. Одно из которых является сферой бытия вообще. Да, это бытие вообще. А другое – это сущность. И они рядом положены. И одно из них назовем существенное, а другое – несущественное. Противоречие – это когда по одному и тому же вопросу высказывают разные положения. Но мы это уже обсудили. Это не когда по одному и тому же вопросу высказывают разные положения. Я могу по одному и тому же вопросу высказать разные положения, совершенно какие-нибудь не связанные друг с другом. И это противоречием не будет. Сергей Викторович Кожухов. Сущность – это снятое наличное бытие. То же самое. Товарищ Кожухов делает ту же самую ошибку, которую делали товарищи до этого. Познается сущность через отрицание бытия. Правильно. Всегда, чтобы не изучали, смотрим не на вид, а на сущность. Отрицание, отрицая бытие. Да, что такое вид, только правда я не понимаю. Вид и род – это категории из понятия. Из учения понятий. Поэтому что значит смотрим не на вид? Противоречие, единство и борьба противоположностей. Да, это правильно. Действительное, находящееся на поверхности явление, но соответствующее сущности. Недействительное, не соответствует закономерному. Значит, тут у вас какая-то поверхность явления возникла. На самом деле, то, что в явлении, никакой поверхности у явления нет. Есть явление, есть закон. То, что в явлении соответствует сущности, то есть то, что является закономерным в явлении, называется действительным. А то, что является незакономерным, называется недействительным. Но это вы правильно написали, про недействительное. Роман Александрович Крычигин. Различие, различие тождественного. Не все, кстати, товарищи это уловили, но это самое главное, что нам нужно про тождество и про различие усвоить, что различие бывает только как различие тождественного. Если я говорю, что мы разные люди, то первое, что я указал, это то, что мы люди. Значит, мы тождественны в чем-то. Я не могу найти никакого различия, которое бы не было различием тождественного. Значит, эти книги разные. Эти книги отличаются. Эти телефоны отличаются. То есть, сначала я указываю на какое-то тождество, и только потом я указываю на различие. Поэтому различие возникает только как различие тождественного. И наоборот, нельзя сказать, что тождество – это тождество тождественного. Нет, это тождество различного. Мы должны взять два различных предмета и сказать о них, что они тождественны. Ну вот в математике, если вы рассматриваете, например, в выражении тождество, оно выглядит таким образом. А равно Б. Что здесь сказано? О том, что мы на самом деле указали на тождество двух различных величий. А и Б. Одно из них А, другое Б. А и Б различные, да, но мы указали на их тождество. Значит, тождество – это тождество всегда различного. Так, вот, кстати, товарищ тут ухватил, что противоположность – это единство тождества и разности. Тут все правильно. Так, идем дальше. Противоречие – наличие в объекте противоположных, взаимоисключающих сторон, свойств, которые в то же время существуют лишь во взаимной связи, в единстве. Смотрите, что получается. Вы противоречие как такое, как будто бы это какое-то много разных сторон у вас рассмотрено. Противоречие как много разных взаимоисключающих сторон, свойств. И это неправильно. Противоречие – две стороны. Две. Которые находятся в единстве и которые исключают друг друга. Поэтому нельзя говорить, тем более нельзя говорить здесь о свойствах, о каких-то свойствах противоречия. Значит, есть исключающая, есть и рефлексия противоречий, и она исключающая. То есть, есть две стороны противоречия, каждая из которых на самом деле представляет собой противоречие в целом. Поскольку каждая из сторон является предполагающей рефлексией. То есть, если мы рассмотрим такой пример, когда говорят, что единство и борьба противоположностей, рабочий класс и буржуазия находятся в противоречии. То есть, наблюдается единство и борьба противоположностей. Это правильно. Мы, так сказать, указали на противоречие. В этом противоречии две стороны. То есть, два класса. Рабочий класс и класс буржуазии. И если мы говорим о том, что эти классы, как показать, что в этом противоречии классы предполагают друг друга. Но когда мы говорим, что рабочий класс, говорим о рабочем классе, мы на самом деле говорим, что есть класс буржуазии. Когда я сказал рабочий класс, это значит, что класс буржуазии есть. И то же самое, потому что рабочий класс не может быть без буржуазии. Так же, как буржуазия не может быть без рабочего класса. Это как то же самое, что муж и жена. Когда я сказал муж, я имею в виду, что у него жена есть. И наоборот, когда я сказал жена, имеется в виду, что у него муж есть. Здесь то же самое. Таким образом, рабочий класс предполагает наличие буржуазии, а буржуазия предполагает наличие рабочего класса. Но поскольку их интересы противоположны, они находятся в борьбе. Они в этом смысле борются и в этом смысле они исключают друг друга. Вот в этом противоречии мы имеем классическую форму единства и борьбы противоположностей. Так, идем дальше. То получается, что мы имеем бытие и его отрицание, сущность. Имеем два бытия, существенное и несущественное. А вот здесь как раз Гегель указывает прямо, что мы имеем не просто два бытия, а наличное бытие. Потому что тут тогда легко перепутать. У нас есть бытие как сфера бытия вообще. И есть сущность как отрицание этой сферы бытия вообще. И когда мы их рассматриваем, мы говорим, что и одно есть наличное бытие, и другое есть наличное бытие, а не просто бытие абы какое. И в этом соотношении, как два рядом положенных наличных бытия, они представляют собой существенное и несущественное. Так. Закон – это спокойное объявление. Нет, закон – спокойное объявление и. А явление – это на поверхности то, что неспокойное. Ну, можно так сказать, да. Это вот как раз, да, такая рябь на поверхности, которую легко наблюдать. Но здесь под поверхностью имеется в виду такое сравнение просто с, скажем, поверхностью моря. То те колебания, которые мы видим на поверхности моря, это, можно сказать, то, что относится к явлению. А то, что в глубине, да, то там, течение, например, которое в глубине есть – это закон. Так, ну что, на этом разбор работ я заканчиваю. Давайте мы поступим следующим образом. Если мы можем сделать перерыв небольшой, а можем, да, ну и после этого, если будут какие-то вопросы в онлайне, то мы на них ответим. Причем вопросы могут быть любые по любым темам, имея в виду, что пропаганду, которую ведут товарищи, им надо вести прямо сейчас и не ожидать того, что мы расскажем о каких-то других темах в будущем. Поэтому после перерыва, если будут вопросы в онлайне, то я на них отвечу. Перерыв. А можно спросить? Да. Вот сейчас примером закончили. Спокойное любение – это как течение. Да. В глубине толще. А на поверхности колебания рябь. Ну, мне кажется, ну, не то, что кажется, но у нас же колебания рябь – это не ответа. В том числе, в том числе. Но вы же понимаете, что даже если в этой колебании рябь, вы сможете увидеть то глубинное течение, если оно есть в глубине. Причина этих явлений разная. То есть течение там… Я просто в отношении примера, насколько вам справедлив. А, ну, да, здесь как бы какого-то внешнего воздействия, вот, когда мы говорим о явлении и законе, тут как бы внешнего воздействия какого-то третьего нет. Это правда. Это вы правильно подметили, да. Но на самом деле колебания на волнах, ну, может носить случайный характер. Случайность. Просто характер случайного. И в этом смысле, кстати, случайные и необходимые, они связаны с законом и явлением. Вот. Потому что как раз закон – это проявление необходимости. А случайный может быть, пока неизвестно? Может быть, конечно. То есть сейчас мы не знаем, но потом, может, и знаем. Ну, да, может быть, да. А то случайное – это там вдруг как-то милый слегка. Не, ну, опять же, у нас в соотношении случайность и необходимости – случайное возникает только как необходимая случайность. А необходимая – она как случайная необходимость. Вот. То есть эти две категории – случайность и необходимость – они в единстве тоже находятся. Как и все в диалектике. Вот эти ковидные вирусы – это как случайность или нет? Ну, мы же можем найти какие-то какие-то закономерности? Или масса, ну, статей там, или в интернете, или на бумаге, или подтвердяются сомнению, естественно, есть происхождение этого вируса. Нет, про происхождение там конкретно этого вируса – это вопрос открытый, ладно, или там закрытый. Я не хочу спекулировать на эту тему. Но, скажем, его развитие, этого вируса, дальнейшее развитие, оно имеет форму случайной необходимости, естественно. Потому что в развитии этого вируса есть некие закономерности и есть случайная. Вот. Ну, и там появление новых штаммов, появление, там, вот этих вот омикронов всяческих и прочего, да. Вот то, что вы сказали, случайностью как раз имеется мутация, которая является закономерностью при копировании технической информации. Да. То есть она будет копироваться в любом случае, если есть условия и ресурсы. Да. Но при копировании под воздействием окружающей среды, и опять же, оно же все меняется, происходит ошибка в этом мутации. Да. Так вот вы и сказали, что есть некая закономерная, да, и в этом закономерном есть случайная. Да. Все как раз соответствует тому, о чем говорит диалектика. То есть я хочу сказать, что нету просто случайности абсолютной, как и нет абсолютной закономерности. Вот. Все, все всегда в любой закономерности можно рассмотреть случайно. И в любом случайном можно всегда рассмотреть некую закономерность. Ну, так вот, да, мир наш устроен. В этом смысле, кстати, разрешается вопрос, какой-то был такой, я не помню, значит, что-то я забыл сейчас фамилию этого физика, который говорил о том, что вот можно, мир абсолютно закономерен. То есть мы есть, если мы просто этих закономерностей пока не знаем, а вот если мы эти закономерности как бы выведем или познаем их, то мы все как бы о мире узнаем. А можно спросить, рабочий класс при социализме, значит, противоположность ему выступает? Ну, он классом-то как бы не является при капитализме, а при социализме антагонистическим. Да, у него нет антагониста, класс-антагониста. В этом смысле рабочий класс, он себя уничтожает как класс. О организации социализма, да, то есть когда строится социализм, на самом деле рабочий класс себя как класс уничтожает. Мы как бы по-прежнему называем рабочими при социализме, но это уже класс в политико-экономическом смысле классом не являются. Потому что без классовое общество. Социализм – это без классовое общество, в котором еще классовые различия не полностью преодолены. Соответственно, вот для той группы людей, не класса, а группы людей, которые мы называем рабочие, для них просто еще не преодолены все классовые различия. У них есть вот классовые различия при социализме, которые остались еще. Но классом они не являются. Ну и, соответственно, никакого противоречия классового. Вот это, кстати, очень важно, потому что это большое заблуждение, которое в том числе, значит, ну, точнее, я скажу не так. Некоторые товарищи, конечно, делали заблуждение такое, а некоторые сознательно стояли на троцкистской позиции, потому что это позиция троцкистов, которые говорят, что при социализме есть классы, есть классовая борьба, там что-то рассказывают про борьбу между, значит, бюрократией и рабочим классом. То есть, что есть вот такие вот классы при социализме, и, как бы, они, соответственно, в противоположности находятся. И сейчас у нас есть некоторые товарищи, бывшие товарищи наши, которые этим занимаются и такие, как бы, теории выдвигают, придумывая новый класс бюрократии. Ну вот. Номенклатуры. Да, номенклатуры, бюрократии. Служащие. Да, 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 да. Вот. Значит, классами эти все группы людей при социализме не являются. Потому что, действительно, если бы это были классы, там были бы антагонистические интересы и борьба противоположностей. И, соответственно, эта борьба противоположностей, как бы, должна быть, была разрешена. Вот. А все-таки классовая борьба разрешается, ну, борьба противоположностей, в смысле классовой борьбы разрешается построением социализма. То есть, коммунизма в первой фазе. Да. Вот, из последнего, что вы сказали, вот эта большая группа людей, которых мы по привычке называем рабочими, не является классом, но при этом все определения, где классы, они присутствуют. Не, не, не все. Некоторые классовые различия остаются, значит, действительно. Я к определению классов просто, как бы, отношусь. Ну, да, если мы рассмотрим там эти определения классов, то некоторые вот эти отличия, которые там указаны. Четыре там. Да, четыре. Про некоторые можно говорить, да. Некоторых уже, некоторых и нет уже. Какое слово подобрать? Подобранный или... Так а что, ну... Ну, вот этот вот момент, переходящий, ну, вроде еще не рабочий класс, потому что действительно нет антагонистов. Ленин пишет, в социализм есть уничтожение классов. Процесс. Уничтожение классов, да, это процесс. То есть мы в движении находимся, да. То есть классы есть, но как уничтожаемые. Нельзя сказать, что просто классы есть. Это неправильно. Классов нет при социализме. Можно сказать, классы есть, как уничтожаемые, как преодолеваются, различия, которые преодолеваются. Вот так только можно говорить. То есть здесь как раз у нас отрицание. То есть классовое различие в при социализме должно, как бы, упоминаться с отрицанием. Как уходящее. То есть как бы не надо никакого слова выбирать для этого, ну, то, что результат в конце просто общество бесклассовое. Ну, нет, то, что того, что, ну, как бы, вот это бесклассовое общество, в котором еще не преодолены все классовые различия. Вот и все. Так, ну что, давайте попытаемся ответить на вопросы, коли таковые имеются. Ну, а если не имеются, что ж. Раньше закончим. Да. Так, вопрос. Если я не ошибаюсь, то профессор Хопов рекомендовал прочитать три тома, как и там. Но в Капитале есть еще и четвертый том. Получается, четвертый том читать не стоит? Или я чего-то неправильно понял? Значит, третий том состоит из двух книг просто. И все. Ну, как бы, вот в этом смысле вы имеете в виду четыре тома. Третий том, он, как бы, из двух частей состоит. Надо читать обе. В формальной логике двойное отрицание приводит к исходному утверждению. Какая особенность двойного отрицания в диалектической логике? Значит, что такое двойное отрицание в… А, вы имеете в виду не… В формальной логике. Не… Да, 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 да. То есть, если два раза не от какого-то утверждения, то мы приходим, как бы, к этому утверждению. Да, это правильно. В формальной логике действительно так. А в диалектической логике, каждый раз отрицая, мы удерживаем то, что мы отрицали на самом деле. Если мы говорим… Вот рассматриваем «а», потом рассматриваем «не-а», потом рассматриваем «не-не-а», то есть отрицание-отрицание, то мы не возвращаемся к тому «а», про которое мы говорили в самом начале. Вот в формальной логике мы вернемся к самому изначальному, то, что мы рассматривали в самом начале. А в диалектической логике мы обогатили себя всем тем, всеми теми отрицаниями, которые мы проделали. То есть вот это отрицание-отрицание – это возвращение к самому себе, получается, но на более высокой степени понимания объекта. И как раз изучение диалектической объекта говорит о том, что надо сначала изучить объект, потом его отрицать. То есть отрицание объекта, скажем, определенности какие-то этого объекта, а потом эти определенности начать отрицать. То есть вернуться к объекту уже с тем, что мы отрицаем отрицание про данный объект. И таким образом мы более полно и более глубоко узнаем данный объект. Это совершенно два разных подхода. А еще раз, в формальной логике мы сказали «а», «не-не-а», опять вернулись к «а». И больше ничего нету, никакого дополнительного знания у нас нет. То есть прямо там, если квантеры логики рассматривать, да, то есть два раза не «а», а равно «а». Вот такая история. Бабенко, Геннадий, у меня зачет с замечаниями. Объясните, пожалуйста, где и в чем я был неправ. Извините, если вы уже сегодня об этом говорили, а я прослушал. Геннадий Бабенко. Геннадий Бабенко. Сейчас мы посмотрим. Значит, я не все действительно, не все действительно, с зачетом замечаниям, на которые я поставил замечания. Сейчас. Не все разобрал действительно. Так. Товарища Бабенко нет. Ну, давайте я открою ответ товарища Бабенко, раз уж он так смело выступил. Так, значит, давайте почитаю. Я сейчас. Вопрос номер один, товарищ Геннадий Анатольевич отвечает. В связи с тем, что познание бытия не может ограничиться познанием не только многообразно определенного бытия, но и углубленного изучения всего бытия до чистого бытия. Что-то вы тут навернули, уже очень сложно. Познание бытия не может ограничиться познанием не только многообразно определенного бытия. Что значит многообразно определенное бытие? То есть у нас есть определенное бытие в качестве… определенное наличное бытие у нас есть. Это нечто, да? Но и углубленного изучения всего бытия до чистого бытия. Что значит углубленное изучение всего бытия до чистого бытия? То есть какая-то у вас здесь каша. До чистого бытия – это самое такое. Да, то есть вы куда-то обратно начинаете пытаться двигаться, или что? Чистое бытие – это первая категория. Сущность определяется как такое бытие, в котором подвергнуто отрицание все определенное и конечное. В сущности, это бытие… значит, сущность отрицает бытие вообще. Давайте посмотрим, где это взяли. Может быть, где-то в этом, в самом начале, так Гегель пишет, я не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, что-то я вот как бы так не вижу, чтобы прямо подвергнуто отрицание все определенное и конечное. Почему все конечное? А бесконечное что, не отрицается в сущности? Бытие как бесконечное разве в сущности не отрицается? Так, идем дальше. Вопрос номер три. Различие – это отрицательность, присущая рефлексии в себя, и является существенным моментом самого тождества. Да, да, это правильно. Различие, имея оба этих момента, которые сами… суть рефлексия в себя, есть разность. В противоположности определенная рефлексия, различие завершена. В противоположности есть единство тождества и разность. Да, вот это правильно. И так как ее моменты в тождества разные, то они противоположны. Значит, различие, имея оба этих момента, которые суть рефлексии в себя, есть разность. Да, значит, у нас имеется различие, и моментами этого различия – это тождество и различие. Вот такая история получается. Хорошо, на третий вопрос у нас все правильно ответили. Четвертый вопрос. Потому как противоположность каждой… Итак, что это за вопрос у нас? Четвертый. Противоречие, да. Потому как противоположность каждой из сторон имеет как положительную сторону, так и отрицательную, которую связывают их в единство противоположностей, которая все вместе составляет противоречие. Значит, здесь нет положительных и отрицательных сторон. Здесь есть одна сторона рефлексии и вторая. Да, есть одна противоположность и вторая противоположность. Что значит положительное и отрицательное? То есть здесь в противоречии, как бы говорить о положительном и отрицательном, смысла нет. Действительно, если мы возьмем противоположность как одну из сторон противоречий, поскольку она включает и другую сторону противоречия, в этом смысле каждая противоположность в противоречии представляет собой противоречие в целом, в том числе. Я так понимаю, что именно это вы здесь пытались сказать, но сказали как-то немножко кривовато. Вот, в целом, поэтому я и поставил из-за первого вашего такого, из-за ответа на первый вопрос, поставил зачет с замечаниями, но расстраиваться этому не следует, зачет вы получили. Следующий вопрос. Еремчук, а можно это парламентировать? Спасибо за вами. Еремчук? Без Еремчук. Еремчук. Так а что я за счетом поставил? Без замечаний. Да, обычно так неприятно, что вы влашали ошибки, а сейчас прямо как-то не по себе. А ведь на тром чувствую, что они есть. Зачет вы есть. Спасибо. Программировали. В общем, спасибо. Вы получили зачет, вы расстраиваете. Нет, ну, на хороший ответ. Я не нашел к чему придраться. Ну, на тром товарищ чувствует, да. Вопрос от Павла. Здравствуйте. Можно на примере капитала рассмотреть категорию сущности? Значит, да. На примере капитала рассмотреть категорию сущности. Ну, в частности, если мы говорим о связях категорий различных в капитале, на самом деле нельзя сказать, что мы двигаемся от категорий бытия к категориям сущности, потом к понятию. Так воспринимать категории капитала нельзя. Вообще, можно, если уж говорить о том, как бы, когда, ну, в чем находит сущность товарного производства, да, Маркс, он находит ее, вот, сущность в стоимости. То есть стоимость, можно сказать, что это сущность товарного производства. Почему? Потому что на самом деле стоимость – это не бытие. Вот вы заметьте, что стоимость, она нигде не проявляется, как таковая. То есть стоимость Маркс чисто логически находит. Ее нету налицо нигде. Она в сфере бытии, ее нету. Поэтому так можно аккуратненько говорить, что категория стоимости, она категория сущностная. Но вообще говоря, все движение, которое рассматривает Маркс в капитале, все движения категорий – это критика политической экономии, да, то есть критика производства капиталистического. Ну а раз Маркс производит критику капиталистического способа производства, естественно, он вскрывает в том числе и сущность этого производства, так или иначе. Во всех этих категориях, во всем движении этих категорий раскрывается в том числе и сущность капиталистического производства. Можно так говорить. Но вот конкретного соответствия между категорией, вот эта категория бытия, это категория сущности, это категория понятия, в капитале такового нету. Такого прямого перенесения науки логики Гегеля на категории капитала, я знаю, были попытки такое сделать, но они закончились неудачно. И это механическое неправильное перенесение. То есть когда рассматривает движение категории в капитале, Маркс, он использует диалектический метод, использует движение, которое имеет место в науке логики, но не то, что он берет, двигается, сейчас мы двигаемся от несущественного к видимости или еще какое-то движение. Нет. Есть ли книги диалектические, какого-то металла? Значит, я бы сказал, что действительно первым таким действительным применением диалектического метода к какому-то предмету можно сказать это капитал. Дальше. Если мы берем научные труды Владимира Ильича Ленина, скажем, империализм как высшая фаза капитализма, там можно сказать, что применение диалектического метода тоже можно увидеть. Если вы хотите более свежих примеров, то вам следует обратить внимание на книгу Михаила Васильевича Попова, в которой он рассматривает «Противоречия социализма». Значит, называется она «Противоречия социализма как первой фазы коммунизма». В этой книге Михаил Васильевич также на основе диалектического метода раскрывает те противоречия, которые присущи уже социалистическому способу производства. Он показывает, какие противоречия существуют, начиная от самого абстрактного противоречия и переходит к более конкретным формам противоречий при социализме. И в том числе и показывает, как эти противоречия нужно при социализме преодолевать. Так что примеры применения диалектической логики в науке есть и кроме капитала. Нельзя сказать, что сущность капитала – это самовозрастающая стоимость? Нет, нельзя. Капитал – это сам по себе самовозрастающая стоимость. Он как бытие представляет собой самовозрастающую стоимость. В чем сущность-то? Ну вот, что сам как бы механизм самовозрастания за счет присвоения прибавочного труда наемных работ? Нет, ну может быть, что вот таким образом вы вскрываете сущность капиталистических отношений. Можно сказать, да. Но это нельзя сказать, что рабочая сила – это сущность капиталистических отношений. Товар – рабочая сила. И нельзя сказать, что то, что товар – рабочая сила вступает в процессе производства и производит прибавочную стоимость – это сущность капиталистических отношений. Нет, так нельзя сказать. Все вместе, все движение, которое раскрыто в капитале, вскрывает сущность капитализма. Вообще говоря, в первом томе, можно сказать, что в первом томе все закончилось. Второй и третий том – это как бы более углубленное рассмотрение других сфер. Сфера обмена и возвращение из сферы обмена обратно в сферу производства. Но если мы посмотрим первый том капитала, то он начинается товаром, рассмотрением товара, а заканчивается он там, даже он не заканчивается, где-то уже там к концу просто. Заканчивается тем, что бьет час капиталистической собственности, экспроприаторов экспроприируют. Вот такими словами, которые Маркс доказал. То есть он пришел к этому выводу уже в первом томе. Ну, в общем-то, можно сказать, что на этом как бы сущность капиталистического способа производства, она вскрыта в этом смысле. Еще вопросы? Какие противоречия будут в коммунизме? Значит, это хороший вопрос, который указывает на то, что вы плохо представляете, что такое коммунизм. Поскольку я уже на этот вопрос ответил, коммунизм, он имеет две фазы. Первая фаза коммунизма, это неполный, неразвитый коммунизм, коммунизм, который только вышел из капиталистического способа производства, и поэтому во всех отношениях, в идеологическом, нравственном и умственном, несет отпечатки того строя, от которого он вышел. Значит, соответственно, первая фаза – это социализм, и в социализме, как в первой фазе коммунизма, и ему присущи те противоречия, как раз о которых я говорил, почитайте в книге Михаила Васильевича Попова, называется «Планомерное разрешение противоречий социализма, как первая фаза коммунизма». Вот так, по-моему, называется. Но в целом все противоречия при социализме имеют именно такую форму, что у нас уже социалистическое производство, социализм, который имеет отмечатки в себе капитализма. И вот эта самая общая форма противоречия раскрывается, разворачивается в более конкретные противоречия в этой книге Михаила Васильевича. Поэтому при социализме какие будут противоречия, мы знаем, это хорошо изученный вопрос. Теперь вопрос о том, будут ли противоречия в высшей фазе коммунизма, при полном коммунизме. Будут противоречия. Противоречия будут всегда. Но они будут носить не политико-экономический характер, во-первых. То есть они не будут относиться к производственной сфере в том смысле, что противоречия, которые остались от капитализма. Противоречия, которые остаются от капитализма, они должны быть разрешены на первой фазе коммунизма. При переходе неполного, неразвитого коммунизма, социализма в полный развитый коммунизм. В полный коммунизм. Эти противоречия будут разрешены. Какие противоречия будут действительными и как они будут выглядеть при полном коммунизме. Как говорится, при полном коммунизме будут люди поменее нас. Они эти противоречия опишут и укажут на них. Сейчас говорить об этом не имеет никакого смысла. Мы даже неплохо представляем себе, как это общество полного коммунизма будет выглядеть. Мы вообще живем сейчас при капитализме. Михаил Васильевич говорил, что всегда будет противоречия между новым и старым. Всегда будет, естественно, потому что все новое, старое будет противостоять, естественно. Но это такая общая форма противоречия, которую можно указать. Но какие конкретные формы этого будут при полном коммунизме, сказать сложно. Какие условия должны быть в России для реставрации социализма? Видны ли сегодня их ростки? Значит, мне тут первое, да, не нравится, что вы попытались реставрировать социализм. Значит, реставрировать социализм не получится. По крайней мере, мы не хотим, во-первых, вернуться в какой-нибудь, не знаю, 36-й или 40-й год и вот этот слепок как будто бы социализма реставрировать в наше время. Во-первых, это невозможно. А во-вторых, если это было бы даже возможно, то все бы это закончилось контрреволюцией в 60-х годах опять. Мы же знаем, чем это все закончилось. Поэтому социализм надо в России не реставрировать, а строить заново. Предпосылки к построению социализма. И, значит, здесь, да, перед тем, как начать строить социализм, нужно, чтобы рабочий класс пришел к власти, чтобы установилась государственная диктатура пролетариата и произошла социалистическая революция. Это необходимое условие для того, чтобы начать строить социализм экономически. Никак экономический социализм построить в условиях господства буржуазии в государстве, в политической сфере нельзя. Сначала рабочие должны установить свою власть, организовать советскую власть, каким-то образом должны произвести социалистическую революцию, и дальше по тому же самому, значит, пути, который был в 1917 году. Будет период, когда будет переходный период между капитализмом и социализмом, то есть будет многоукладность в экономике. Эта многоукладность должна чисто экономическими методами преодолеваться, должен расти сектор социалистический, то есть который обеспечивает цель социалистического производства, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Этот сектор будет разрастаться, разрастаться, и потом экономическими методами чисто он должен победить и уничтожить все другие сектора. После этого можно будет констатировать то, что опять построен социализм в России. Теперь, если говорить о предпосылках этого построения социализма, то предпосылки имеются двух, два типа предпосылок. Первые предпосылки – это объективные. К объективным предпосылкам построения социализма в России можно отнести то, что мы находимся сейчас все в… Ну, все имеются в виду те государства, в которых не произошло еще социалистической революции. То есть сейчас весь мир разделен на два лагеря. Первое – это империалистические, ну, точнее, значит, государства, которые живут при империализме. И второе – второй лагерь – это социалистический лагерь. Это государства, в которых произошла социалистическая революция, и был или не был построен социализм. К таким государствам относятся Вьетнам, Лаос, Китай. И есть у нас одно государство, в котором социализм был построен, и которое является государством с построенным социализмом. А это государство Северная Корея. Так вот, значит, поскольку в империалистическом лагере мировом имеет место все законы, которые присущи империализму. Империализм – это канун социалистических революций. Более того, эта эпоха социалистических революций началась уже давно, и она идет. Началась она в 1917 году, революцией в царской России. Ну, наверное, уже не царской, да, в России, буржуазной России. И этот процесс, то есть эпоха социалистических революций, она началась. И поскольку мы в эту эпоху социалистических революций живем, это является объективным фактором того, что революция в России и в построении социализма в России так или иначе случится на каком-то этапе. Объективно необходимо случиться. Вот, естественно, оно случится не просто, если мы будем сидеть и ждать этого, а если рабочий класс будет бороться за свои интересы и организовывать советы. Теперь, какие еще есть субъективные, скажем, предпосылки построения социализма в России? Ну, во-первых, одна из субъективных предпосылок построения социализма именно в России заключается в том, что, как раз вот в том, что вы там пытались указать, что социализм в России-то на самом деле уже был построен. Что наш капитализм в России является отрицанием социализма. И это на самом деле объективная предпосылка построения нового социализма, ну, снова построения социализма в России. Не нового, не нового социализма, мы тут про Клатошкина ничего не хотим сказать. Построение социализма в России. Значит, соответственно, вот такая есть субъективная для России предпосылка. Дальше субъективной предпосылкой в России является то, что, ну, вот теория, марксистская теория в России, я бы сказал, наиболее развита из всех на сегодняшний день бушуазных стран. Ну, это вот достаточно такая хорошая субъективная предпосылка к построению социализма. Дальше объективная, одна из важных и необходимых объективных предпосылок является то, что рабочий класс ведет борьбу, и он готов к этой борьбе. С этим пока у нас не очень хорошо, с субъективной подготовкой рабочего класса. Рабочий класс у нас такой спящий, можно сказать. Ну, это, естественно, в связи с тем, что рабочий класс России потерпел сокрушительное поражение в классовой борьбе в конце прошлого века. Соответственно, вот от этого удара рабочий класс России еще не полностью отошел. Но мы видим уже ростки и забастовок, и организации рабочего класса. Это придет, капитализм к этому рабочий класс объективно подталкивает. И ухудшение ситуации вообще в мире, в капиталистическом мире, постоянные кризисы только способствуют тому, что рабочий класс будет все жестче и все с большим усилием и с большим воодушевлением вести классовую борьбу. Что, соответственно, в какой-то момент приведет к построению социализма. После 10-го съезда компартии начались чистки. На 11-м съезде уменьшилось до 532 с решающим и 165 с совещательным голосом. А на 12-м решающих уменьшилось еще на 386, а совещательных увеличилось аж до 386. Из-за чего? То есть на 12-м решающих уменьшилось до 386, а совещательно увеличилось аж до 417 голосов. По каким причинам решающие уменьшилось, а совещательно увеличилось? Из-за чего? Значит, давайте в этом можно искать какие-то действительные причины. Но здесь, если говорить просто о том, что происходит в партии, происходила всю ее историю, всю историю развития партии происходила внутри партии классовая борьба. То есть классовая борьба с оппортунизмом и с ревизионизмом, которая принимала различные формы. И в том числе, как учил нас Владимир Ильич, что партия укрепляет себя самоочищаясь. Вот, поэтому я думаю, что я сейчас по тем числам, которые вы привели, точно не могу сказать. Этот вопрос я конкретно не изучал. Значит, происходили периоды борьбы, различные периоды борьбы в партии на различных съездах. Соответственно, чтобы понять, какое было соотношение численности при решающих голосов и совещательных голосов на съездах, нужно этот вопрос специальным образом изучать. Я его специальным образом не изучал, поэтому комментировать конкретные цифры не могу. Но я уверен, что это связано с классовой борьбой, которая велась внутри партии. Значит, десятый съезд, это у нас... Давайте мы сейчас посмотрим. Михаил Васильевич, я отвечал на этот вопрос, кстати, на последнем стриме. Он также ответил. Ты так говоришь, что наоборот, не надо, чтобы по решающим голосам уменьшались, вступление в его освещательном увеличилось, потому что, чтобы меньше людей могли что-то решать просто так, потому что базар начинался. Вот так я отвечал. Да, значит, десятый съезд, это был 21-й, 21-й год, да, 12-й, соответственно, 24-й, по всей видимости. Значит, как вы знаете, между вот этими двумя съездами велась сложная борьба с транскизмом, вообще говоря, да? По-моему, как раз 12-й съезд... На 23-й год. Ну, может быть, да. Значит, на 12-м съезде транскизм был признан меньшинским течением в партии, да, и признан ревизионистским. Поэтому, ну вот, как-то, каким-то образом эти числа, по всей видимости, отвечают, ну, или отражают ту борьбу, которая велась. Еще раз, конкретно изучать эти цифры, я сейчас о них говорить не готов, поскольку я их специально не изучал. Могли бы вы привести пример из нашей жизни, касающейся большинства людей, которым можно доказать оппоненту в споре необходимость изучения и применения науки логики? Как показать важность этой науки? Значит, дорогие товарищи, у нас такой задачи не стоит. Не стоит у нас такой задачи конкретных людей убедить в том, что науку логики нужно изучать. Возьмите, не знаю, какого-нибудь лекса Кровецкого. Вы его никогда не убедите в том, что диалектику надо изучать. Потому что он яростный противник диалектики. И мы никогда эту задачу не ставили в том, чтобы убеждать конкретных персонажей в том, что диалектику обязательно надо изучать. Точно так же мы никогда не ставили задачу в том, чтобы, скажем, сделать всех рабочих коммунистами. У нас нет такой задачи. Никогда мы ее не ставили. У нас задача бить по площадям, пропагандой. Мы знаем, что наши идеологические снаряды дойдут до тех, до кого они должны дойти. И поскольку в обществе есть тот класс, который к воспринятию этих идей готов. И готов он не потому, что он такой прекрасный этот класс, а потому что его производство объективно подготовило капиталистическое к тому, чтобы эти идеи воспринять. Соответственно, мы как и в этом смысле, в марксизме вообще и в изучении науки логики бьем по площадям. Мы говорим на большие группы людей о том, что изучайте науку логики, мы вам в этом поможем. Берите, изучайте науку логики, изучайте марксизм. Готовьтесь к пропаганде марксизма на более широкие массы. А конкретных людей убедить в чем-то мы не хотим. У нас такой задачи нет. Зачастую это невозможно просто. В книге Глушко «Кристалл моста» делается анализ сильных сторон социалистической экономики при Сталинице с целью применения того опыта сейчас. Можно ли применить этот опыт с вашей точки зрения? Нет, нельзя. Поскольку вы пытаетесь применить опыт социализма в условиях капитализма. Нельзя такое применять. У нас сейчас капиталистическое производство. Соответственно, законы у нас работают капиталистического производства. Применять что-то из практик строительства и развития социалистического производства при капитализме – это может все закончиться очень плохо. В том смысле, что вы дискредитируете эти идеи, которые Иосиф Виссарионович правильно абсолютно применял при социалистическом строительстве, но которые никаким образом не будут работать при господстве закона стоимости. Эксплуатирует ли кто-нибудь из живых существ себе подобных, кроме людей? Мы можем предположить, что человечество находится не только на Земле. Если это предположить, то там любое развитие высшей формы материи в виде человека. Но под человеком я в данном случае понимаю просто высшую форму материи, которая способна отражать саму себя, то есть способна мыслить, способна обладать мышлением. Если в каком-то месте такая высшая форма материи появится, разовьется до человека в этом смысле, на каких-то других уголках Вселенной, то надо понимать, что развитие историческое у этой высшей формы материи будет примерно таким же, как и у человечества на Земле. А на Земле, кроме людей, есть такие? А нет, на Земле-то нет, конечно. Я таких не знаю. Какие были предпосылки и условия перехода от системы выбора представителей от коллективов к выборной системе по территориальному признаку? Почему это произошло? Я думаю, что этот вопрос нужно изучать, конечно, отдельно и давать на него ответ отдельно. Но, я думаю, здесь сыграли объективные и субъективные факторы. Один из объективных факторов, я так понимаю, что как раз к середине 30-х годов стало понятно, что Советский Союз достаточно уже сильное социалистическое государство, которое по темпам своего развития, по крайней мере, обгоняет капиталистические государства. И в некотором смысле хотели с капиталистическими государствами произвести какое-то сближение. Ну, там, показать, что на самом деле мы ничем не отличаемся в определенных моментах. У нас такая же демократия, хотя у нас совершенно принципиально другая демократия была. Советская демократия принципиально отличается от буржуазной демократии. Но хотели показать, как сказать, партнерам, по всей видимости, на Западе о том, что здесь у нас, в общем-то, демократия похожая на их образец. Зачем это делалось, я, честно сказать, не знаю. Ну, возможно, для того, чтобы оттянуть войну возможную, дать еще себе какое-то время для реализации еще нескольких пятилеток и так далее. Вот, это первое. Второе, я думаю, субъективный фактор заключается в том, что, в общем-то, наши товарищи из РСДРП, те, кто стояли у истоков революции в России, социалистической революции, они не очень-то наелись так называемого парламентаризма. То есть, они не очень понимали, в чем принципиальная проблема выборов по территориям. То есть, они не, вот, скорее всего, это у них не отложилось в подкорке, что выборы по территориям – это именно буржуазные выборы. И никого, кроме представителей буржуазии, представителей капитала, выбрать таким образом нельзя. Ну и, так сказать, этот момент был упущен. И достаточно изучалась теория. У Ленина это все точно сказано, что основной избирательной единицей советского государства является завод-фабрика, а не выборы по территориям. Ну вот, так бы я ответил здесь. Я хотел реплику. Давайте. О отношении предыдущего вопроса, кто задавал. Там хотелось бы, конечно, понять, что, как разумевается, под эксплуатацией, но можно посмотреть все виды паразитизма и, в частности, допустим, посмотреть очень, ну, на самом деле, огромное семейство наездников. Такие насекомые наездники. Кто? А вот они наездники называются, потому что они размножаются путем откладки яйца в тело своей же. И еще кто, своих же? Самое главное, кто? Своих же? То есть у меня подводят свои, 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 свои. Нет, нет, нет. Потому что у нас много муравьев, курицы, божьей коровок, да, нам. Нет, там надо ограничивать свои, свои. Нет, вот муравьи, грибы, божьи коровки – это варианты симбиотических. Я понимаю, вопросы, но... Товарищи, я думаю, что этот вопрос мы должны... Давайте дискуссию снимем, потому что этот вопрос к тому пониманию, к тому пониманию, которое мы вкладываем в политико-экономическое понимание эксплуатации, он не относится. Потому что эксплуатация – это присвоение чужого неоплаченного труда. Мы так понимаем эксплуатацию в марксизме. Соответственно, в этом смысле никакого присвоения чужого неоплаченного труда не происходит. Потому что там вообще труда не происходит. Да, просто на правде. Вот и все. Ну, я, кстати, надеюсь, что надо определить ситуацию. Ну, так мы... А мы в марксизме определились уже давно. Почему вы еще не определились? Спасибо. Замечание есть. Товарищи, ну вот пособие по изучению Ригеля. Невиномыск, 21-го года, страница 23. Отрицание, кавычка, это важно. Отрицание наличного бытия, снятого наличное бытие, называется сущностью. Опечатано? Не знаю, я это... Значит, давайте к конкретному пособию мы будем апелли... Вместо апелляции к конкретному какому-то пособию будем апеллировать к науке логики Гегеля. Вот если вы у Гегеля найдете такое, то я готов это принять. Если в каком-то конкретном пособии, там, может быть, и опечатка, может быть, какой-то недочет, я вот это пособие, честно говоря, сам не штудировал. Прям так вот, чтобы... И я его читал, по-моему, только один раз всего лишь. Читал мельком. Ничего не могу прокомментировать. Вопросы к автору этого пособия. Какой момент классовой борьбы был ключевым в победе контрреволюции в СССР? Значит, я думаю, что основным моментом, который определил победу контрреволюции в СССР, это был тот момент, что рабочий класс в Советском Союзе борьбу как таковую прекратил. Вот. То есть, получилось так, что, как бы, класс перестал вести борьбу за построение полного коммунизма. А раз перестал вести борьбу за построение полного коммунизма, то есть, отрицание тех родимых пятен, которые достались от капитализма, ну, раз эту борьбу прекратили, то сразу же все развернулось вспять и появились эти тенденции негативные. Они начали нарастать. Ну, а раз они нарастали, когда-то они должны были привести к контрреволюции. Это необходимость. Маму бороться против негатива. Так, дальше. Бабенко Геннадий. Кирилл Валерьевич, спасибо, что указали мне на любящую ошибку, допущенную мной в первом вопросе. По своей внимательности я указала вместо наличного бытия определенную. Все. Ну, хорошо. Да, больше вопросов нет. Все тогда, давайте на сегодня закончим. Всем спасибо, товарищи. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok